Добрый день, меня слышно? Так, слайды видно, да? На слайде написано «Научно-исследовательская деятельность». Значит, вот у нас сегодня первое установочное занятие по дисциплине «Дизайн психологического исследования». Это первая дисциплина из разряды, из линейки тех, которые у нас поддерживают написание выпускной квалификационной работы. И так как у нас с вами сегодня, по сути, впервые начинается, и впервые для нашего института начинается работа с дистанционщиками по выпускной квалификационной работе, поэтому предлагаю работать конструктивно. Если будут какие-то вопросы задавать, значит, можно задавать здесь, можно отправлять, даже не можно, а нужно, там, на мой почтовый ящик. Потому что в действительности есть ряд моментов, которые даже мы не знаем, как их лучше делать именно с дистанционным обучением. Но сегодня для того, чтобы нам начать эту работу, я, естественно, должен вас в нее ввести, посвятить. Итак, буквально несколько месяцев назад Министерством образования были утверждены, или по нашей специальности, по нашему направлению подготовки 37.03.01 «Психология» был, наконец-то, утвержден «Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования». И он отличается от предыдущего стандарта. Если в предыдущем стандарте для бакалавров слово «научная», «научно-исследовательская деятельность» отсутствовала вообще и считалось, что бакалавру это не надо, то в этом госстандарте это введено как обязательный вид деятельности. Значит, в госстандарте введено 4 вида деятельности. Мы сегодня будем говорить только о научно-исследовательской деятельности. Значит, мы к этой табличке еще вернемся. Сейчас мы рассмотрим, что из себя представляет научно-исследовательская деятельность в рамках бакалавриата и, естественно, какие задачи мы с вами должны научиться решать. Значит, в госстандарте написано, что выпускник, освоивший программу бакалавриата в соответствии с видом профессиональной деятельности, на которой ориентирована программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные задачи научно-исследовательской деятельности. Первое. Вот читаем внимательно. «Участвовать в проведении психологических исследований на основе профессиональных знаний, применения психологических технологий, позволяющих осуществлять решение типовых задач в различных научных и научно-практических областях психологии». Вот здесь буквально по каждому слову можно много-много говорить. Но вот давайте мы с вами прежде всего уделим внимание такому словосочетанию, как «психологические технологии». Значит, психологи, как правило, сталкиваются с тремя видами технологий и очень часто их путают между собой, из-за чего порой возникают, ну, скажем так, различные негативные результаты. Итак, психологи сталкиваются с такими технологиями, как педагогическая технология, физиологическая технология и психологическая технология. Ну, возьмем, к примеру, спорт. Значит, когда мы говорим о тренировке спортсмена, как ему научиться выполнять те или иные движения, да, то мы говорим о педагогической технологии. То есть, как его научить, как у него развить те или иные способности, те или иные компетенции. Вот. И вот, собственно, педагогика решает эти вопросы. Дальше. Физиологические технологии. Ну, начиная от того, что если спортсмен вышел много дней не поевший, не выспавшийся, да, не удовлетворивший своих физиологических базовых потребностей, то, естественно, вероятность того, что он победит, небольшая, да. Поэтому, особенно в спорте высших достижений, существуют системы физиологических технологий, начиная от допингов, с которыми борются, заканчивая различными дыханиями, различных газовых смесей, наведенными ритмами, электроэнцефалограмму, так далее, электроэнцефалографических вот этих вот ритмов. И вот, собственно, вот эти технологии являются одними из ведущими в спорте. Но в спорте также применяется так называемая моральная подготовка, волевая подготовка, которой занимается спортивная психология. И вот если мы будем рассматривать, например, такие вещи, как психотренинг, такие вещи, как системы гипноза иногда, внушения, системы, ну, скажем так, когда подключаются средства массовой информации, когда мы просто информацию правильно управляем информацией, мы можем добиваться определенных успехов в работе с фанатами, зрителями и так далее. Вот это все работают психологические технологии. И вот, естественно, в вашей работе вы должны вот эти три категории технологий очень четко дифференцировать и очень четко прописывать именно психологические технологии. То есть, ваша ВКР должна быть, прежде всего, использовать психологическую технологию. Следующий момент. Что такое типовые задачи в различных научных, научно-практических областях психологии? Честно говоря, это вообще тема очень обширная. Если мы зайдем на сайт Всероссийской аттестационной комиссии, ВАК, и найдем там, наберем слова «психологические науки», то мы получим, ну, если скачивать в формате А4 листа, то там получится и шрифт 14 стандартный, где-то около 20-25 листов мы скачаем с печенью вот этих типовых задач. То есть, психология занимается очень разнообразными вопросами, и, естественно, в рамках нашего сегодняшнего занятия описывать эти типовые задачи практически невозможно. То есть, по времени просто не уложимся. Но в двух словах они могут быть разделены, например, на психологию развития, акмеологию, когнитивную психологию, то есть вот такие вот крупные блоки. Значит, следующая задача, читаем на слайде, изучить научную информацию, изучать научную информацию, российский и зарубежный опыт по тематике исследования. О чем здесь идет речь? Здесь речь идет о том, что одной из вообще базовых обязанностей студента является чтение. То есть, чтение литературы. И, естественно, если вы заходите на различные научные сайты, скачиваете информацию, статьи, читаете их, то вот как раз это и будет называться изучение научной информации. Если вы владеете иностранными языками и, например, выходите на англоязычные научные сайты по психологии и скачиваете оттуда информацию и ее читаете, то вот, собственно, это и есть выполнение студентами одной из базовых своих обязанностей. Вообще, в принципе, и в науке в частности. Вот. Следующее. Применять стандартизированные методики. Что такое стандартизированные методики? Это те самые психологические тесты, которые широко распространены, которые стандартизированы. Существует, в общем-то, и в интернете достаточно много информации. Если зайдете в книжный магазин, то в отделе психологии, как правило, обязательно найдете книгу, сборник вот этих тестов. И вот здесь имеется в виду, что вы должны уметь применять вот эти стандартизированные методики. Как это сделать на практике? Ну, на практике лично я делаю так. Я прихожу в магазин, покупаю книжку с этими тестами и первым себя драгоценного тестирую и смотрю, что этот тест вообще выдает, насколько его информация интересна. Вот. И затем, когда студенты у меня пишут выпускную квалификационную работу, в зависимости от темы, я ему предлагаю те или иные стандартизированные методики. Вот, собственно, о чем идет речь, о том, чтобы вы знали эти стандартизированные методики, умели их применять. В свое время у вас была дисциплина психодиагностика, вот, по-моему, так она называлась, и в этой дисциплине вы, собственно, и должны были изучать эти стандартизированные методики. Четвертая задача. Обрабатывать данные с использованием стандартных пакетов программного обеспечения. Здесь сразу адресую вас к двум дисциплинам, которые проходили на первом и втором курсе. Эта дисциплина называется «Математическая статистика». Вторая дисциплина называется «Математические методы в психологии». Те из вас, кто на мой сайт в YouTube заходит, там выложены специально созданные фильмы, то есть мои лекции по основным вопросам обработки данных. И в плане стандартных пакетов программного обеспечения можно остановиться только на Excel. То есть программа Excel, электронная таблица, вполне удовлетворяет потребности бакалабра. Одна из программ, которая лично мне нравится, но стоит достаточно дорого, это программа SPSS. Я даже сейчас напишу, как она так. А где тут моя? Ага, вот она строка. То есть программа называется вот так. SPSS. Вот программа с таким названием, она тоже достаточно интересная, очень хорошо позволяет и очень быстро, качественно обрабатывает данные. Тем более, что и мои учебные пособия, которые вы, наверное, скачивали уже в этих дисциплинах, в основном апеллируют к этой программе. Так, это вот все, что касается задач профессиональных, которые вы должны уметь решать в процессе работы над ВКР. Следующий слайд. Значит, в том же федеральном государственном образовательном стандарте перечислены различные компетенции или способности студента, которые он должен приобрести за время обучения в ВУЗе. Значит, все, что касается именно научно-исследовательской деятельности, то здесь всего четыре компетенции относятся к этой деятельности. И вот они перечислили в скобочках профессиональная компетенция шестая, седьмая, восьмая, девятая. Значит, шестая компетенция. Студенты должны приобрести способность к постановке профессиональных задач в области научно-исследовательской и практической деятельности. Ну, честно говоря, способность-то очень сложная. Вот, я знаю и кандидатов, и докторов наук, которые, в общем-то, с трудом иногда формулируют профессиональные задачи, тем более ставят их. Но, тем не менее, надо к этому стремиться. Значит, естественно, как научиться ставить профессиональные задачи? Это, естественно, заниматься научно-исследовательской деятельностью. Вот в плане, или в процессе написания ВКР, процессе работы над ВКР, мы с вами и будем учиться это делать, и постепенно вырабатываться у вас должна вот эта способность. Следующая профессиональная компетенция, седьмая. Вот, читаем, что студент должен обладать способностью к участию в проведении психологических исследований на основе применения общепрофессиональных знаний и умений в различных научных и научно-практических областях психологии. Собственно, здесь говорится о том, что желательно, чтобы ваша выпускная квалификационная работа носила некий экспериментальный характер. Каким образом это делается? Я понимаю, что вы дистанционщики, и у кого-то может действительно реально сложиться трудность с поиском людей. Но об этом мы чуть-чуть пониже поговорим. Сейчас рассмотрим вариант, когда, допустим, вы можете найти группу людей, которых можете протестировать и в дальнейшем обработать данные, получить какой-то результат. Предположим, у вас есть, или вы работаете в школе, или вы работаете со студентами, с курсантами, может быть, вы работаете в детском саду, то есть вы работаете в коллективе людей, которых можно протестировать. Значит, эксперимент проводится следующим образом. Естественно, вы выбираете вначале тему, затем с вашим руководителем вы обсуждаете эту тему, и руководитель даёт техническое задание на эту тему. Попозже объясню, что это такое. Вы выбираете стандартные психодиагностические методики, стандартизированные, после чего вы выбираете группу людей, тестируете их этими методиками, обязательно проводите анкетные опросы, что это за люди, какие это люди. Вы выбираете группирующую переменную, по которой вы, возможно, будете сравнивать какие-то группы. Ну, например, группа пионеров и пенсионеров, группа людей или школьники среднего возраста, или средних классов, старших классов. То есть группирующая переменная может быть разной. Это могут быть, скажем так, мужчины и женщины. Это могут быть, там, вот сейчас тема популярная, грубо говоря, там русские, белорусы, украинцы, казахи, допустим, да, вот какие-то вопросы в плане политики, да, правильно, или одинаково ли психологически или психически воспринимаются эти процессы. То есть группирующая переменная может быть разная выбрана. То есть пол, возраст, национальность, раса, профессия, род занятий и так далее, и так далее, и так далее. Там спортивные разряды, там, может быть, разряды рабочие, там, от второго до шестого. То есть очень большой круг переменных может стать группирующий. И вот, в общем-то, вы тестируете этих людей, заносите данные в одну таблицу, которая называется таблица первичных данных. Затем эти данные обрабатываете, например, при помощи программы Excel или программы SPSS, и получаете результаты. Затем вы эти результаты интерпретируете. Вот после того, как вы это все сделали, вы садитесь и пишете отчет о том, что вы сделали. Отчет пишется по определенной форме. И вот этот отчет и является ваша выпускная квалификационная работа. Так вот, как раз способность к участию в проведении психологических исследований как раз и включает весь весь вот этот алгоритм, о котором мы сейчас вот тоже поговорим чуть-чуть пониже. Третья, или профессиональная компетенция восьмая. Способность к проведению стандартного прикладного исследования в определенной области психологии. Что такое стандартное прикладное? Ну, прежде всего, ваше исследование должно носить прикладной характер. То есть, на уровне бакалавриата. То есть, вы еще не магистры, тем более не кандидаты, не доктора наук, не аспиранты, поэтому вам сложно многие вещи решать. Поэтому в данном случае в госстандарте написано, что вы должны хотя бы научиться проводить стандартное прикладное исследование. Что такое стандартное? Ну, слово стандартное можно понимать так. Исследования, которые наиболее часто встречаются в студенческой среде. Это может быть или сравнительный анализ, это может быть корреляционный анализ, это может быть и сравнительный, или корреляционный анализ в одной работе. Прикладное исследование. Прикладное исследование – это то исследование, которое, ну скажем так, приносит некую пользу социуму. Вот буквально сегодня у меня был у нас, у студентов здесь в институте зачет, и вот одна студентка захотела изучать негативный и позитивный образ старости. Я говорю, тема, конечно, хорошая, говорю, геронтология у нас в стране плохо развита, но а как вы будете мерить этот образ старости, из чего он у вас состоит, какие тесты его меряют? Она говорит, нет никаких тестов, но тема мне нравится. Я говорю, а чем она актуальна, эта тема, кому она нужна, кто будет применять эти ваши разработки? Она говорит, мне нравится. Естественно, здесь были допущены определенные ошибки в плане восприятия понятия прикладное исследование. Здесь надо исходить из некого социального запроса. Социуму это нужно, вот такая работа, или не нужно? Можно, конечно, изучать различные явления, различные процессы, а как люди относятся к слову «медитация» или еще какие-нибудь психические явления. Но в данном случае речь идет о неком алгоритме, которым вы должны овладеть, и, собственно, этот алгоритм должен носить именно прикладной характер. Ну и, наконец, последняя профессиональная компетенция, девятая. Она очень сложная, но, с другой стороны, с ее помощью вы можете формулировать и тему вашей работы, и, собственно, выбирать какое-то направление. Итак, студент должен обладать способностью к реализации базовых процедур анализа, проблем человека, социализации индивида, профессиональной образовательной деятельности, функционирования людей с ограниченными возможностями, в том числе и при различных заболеваниях. Ну вот давайте начнем с проблем человека. Мы не будем начинать. Итак, ясно, что у всех у нас есть какие-то проблемы. А вот социализация индивида. Вот я вернусь к этой же студентке с образом старости. Я на занятиях и говорю, а почему бы вам не взять процесс социализации людей или адаптации людей при выходе на пенсию? Вот они работали, у них была одна жизнь, вот они выходят на пенсию, и у них возникает вот тот самый образ старости. Почему бы не заняться вот такими вопросами социализации? Тем более есть тесты, есть люди, окружают нас, которые, скажем так, вот-вот должны выйти на пенсию. И можно, допустим, в течение какого-то времени проследить пару человек, как у них изменяется, скажем так, как у них происходит вот эта социализация от работающего к пенсионеру. И можно взять две группы, например, уже, скажем так, явных пенсионеров и людей, которые вот находятся в возрасте там от 50 до 55 лет женщины и от 55 до 60 лет мужчины, которые вот-вот скоро должны стать пенсионерами. И посмотреть, как происходят вот эти вот процессы, что у них изменяется и так далее. Можно взять детей, например, социализация детей при переходе из детского сада в школу, или изначальной школы в среднюю школу, или из школы в вузы, то есть или человек там из армии пришел на гражданку, или наоборот его призвали в армию, как происходит его социализация. То есть смена какого-то социума – вот одна из таких достаточно часто встречающихся тем. Достаточно. Профессиональная образовательная деятельность, да? Человек поступил куда-то на работу, у него тоже происходят определенные изменения в его знаниях, навыках, умениях. И вот этот процесс тоже сопровождается определенными психическими перестройками. Вот этот процесс можно исследовать. То же самое связано с образованием. Если вы, допустим, кто-то из вас может провести психологическое исследование в вузе в каком-то, да? Вот у меня в свое время один студент очень интересную работу провел. Он взял на одной кафедре студентов разных курсов, и их протестировал, и посмотрел, как у них от курса к курсу меняются их психические вообще качества. И получил очень интересный результат. Вот настолько интересный, что бедный аж ушел в академию отпуска, он сказал, что дальше не может жить с такой информацией. Но потом закончилось, все удачно. Так, функционирование людей с ограниченными возможностями. Ну, собственно, здесь мы немножко уходим в тему клинической психологии. Потому что в основном клиническая психология у нас занимается подобными проблемами. И они рассматривают эти вопросы как раз и социализации этих людей и так далее. Но так как в нашем госстандарте это тоже не возбраняется, если кто-то из вас связан с какими-то там центрами, то, естественно, можно с этими людьми поработать. Можно не только тестировать, можно, конечно, и проводить различные психотренинги. Что касается различных заболеваний, ну, вот та литература, которую я рекомендовал в дизайне, не знаю, скачали вы ее или нет, это вот Роджер Хокк, 40 исследований, которые потрясли психологию. Там один из экспериментов описан как раз, как проводилась психокоррекция агрессивности человека. И вот было показано, кстати, исследование с одним испытуемым. То есть как вот одного испытуемого в течение времени, вот у него изменялись его личностные качества. Вот, значит, на этом я заканчиваю по компетенциям. Ну и, наконец, возвращаемся на первый слайд. На первый слайд. Вот, на вот этот вот. Значит, что здесь у нас, что я здесь хотел вам показать? Когда мы говорим о научно-исследовательской деятельности, то эта деятельность в серьезных, назовем так, научно-исследовательских институтах выглядит так, что в результате деятельности должна появиться научно-исследовательская работа. Как она проводится? И вот у нас как раз первый столбец – научно-исследовательская работа. В очень таких крупных блоках она выглядит так. Вначале выдается техническое задание на выполнение этой научно-исследовательской работы. Естественно, идет некая подготовка, подготовительный период. И затем проводится второй этап – само исследование. После того, как исследование провели, после этого пишется отчет. Вот, я здесь написал – отчет НИР. Он пишется по ГОСТу 7.32.2001. После того, как отчет написан, происходит защита перед вышестоящими органами, теми, кто давал задание, значит, вот этой НИР. Как у нас в институте построена структура написания выпускной квалификационной работы? Это третий столбец. Значит, вместе с руководителем вы обсуждаете, и руководитель должен, руководитель вашей ВКР, должен выдать вам задание на написание вашей ВКР. Значит, у нас в институте существует достаточно четкая структура, в каком виде он вам выдает это задание. Обсуждает с вами, уточняет некоторые детали. Вот. И вы переходите ко второму этапу исследования. То есть, вы находите людей, тестируете их, записываете данные в таблицу. Вот. Обрабатываете эти данные, интерпретируете, смотрите, что получилось. Затем вы пишете выпускную квалификационную работу, а затем вы ее защищаете. Какие дисциплины или какие этапы соответствуют вот этим вот действиям? Значит, вот у нас сейчас началась дисциплина дизайн психологического исследования. Вот в рамках этой дисциплины как раз мы с вами начали обсуждать, что же это такое. В рамках этой дисциплины вы должны будете, мы со своей стороны, руководители, выбрать темы. Мы со своей стороны эти темы передаем руководителям. Вот. Они с вами связываются вот через нашу дисциплину дизайн психологического исследования. Происходит обсуждение. И затем, значит, вы переходите на следующий этап. Это дисциплина преддипломная практика. Вот ПДП – это преддипломная практика. На преддипломной практике вы как раз, или в рамках этой дисциплины преддипломная практика, вы как раз и проводите ваше исследование. То есть тестирование людей. Может быть, проводите какую-то психокоррекционную методику. Вдруг кто-то из вас гипнозом владеет, какие-нибудь субъективные гипнотические техники применяет. Может, еще что-то интересное вы можете предложить. А мы, вполне возможно, это поддержим. Затем наступают две дисциплины – методология психологического исследования и дисциплина МОДИ, которая шифровывается «Математическая обработка данных экспериментального исследования», в рамках которых пишется отчет полностью. И, наконец, наступает государственная итоговая аттестация, когда вы приезжаете к нам и защищаете вашу работу. Значит, для того, чтобы получить зачеты, экзамены по вот этим дисциплинам, вот у нас последний столбец в нашей табличке, по окончанию дисциплины «Дизайн психологического исследования» вы должны будете выслать задание вашего руководителя, что он там вам написал вместе с вами, как вы его сформулировали, затем введение в вашу работу и таблицу сырых данных, вот ТСД. Таблица сырых данных еще не заполненная, она пустая, но уже понятно, какие тесты, какие шкалы вы будете использовать. Значит, на преддипломной практике или в конце преддипломной практики вы должны уже полностью выслать вторую главу и выводы. Это полностью проведенное уже, по сути, экспериментальное исследование. На дисциплине «Методология МОДИ» вы пишете первую главу, полностью завершаете написание выпускной квалификационной работы, пишется реферат, который будет размещаться у нас потом на сайте, то есть на сайте будет размещаться не вся работа, а выжимка из нее. Вот реферат – это выжимка из вашей ВКР. Будет проводиться проверка на антиплодиат вашей работы. И вот как раз эти дисциплины, точнее, за вот эти вот действия вам будут выставляться зачеты по методологии и по МОДИ. И, наконец, на государственную итоговую аттестацию вы должны получить отзыв руководителя и с полностью готовой ВКР провести доклад в защиту этой работы. Что касается структуры работы, что касается непосредственно написания этих разделов, значит, скажу следующее, так как вот эти новые госстандарты только-только-только министерством выпущены, так как многих нормативных документов министерство нам еще не прислало, например, нет еще положения о практиках, еще министерство не знает, как они собираются практику проводить в действительности со студентами, не вышло еще положение государственной итоговой аттестации, поэтому мы будем сами, вот какой опыт есть у нас в институте проведения государственной итоговой аттестации, так мы и будем ее проводить. Нет ряда других министерских документов нормативных, которые выходят, и с каждым этим документом мы, естественно, меняем в соответствии с этими документами и нашу документацию. Вот у нас в институте 20-го числа, то есть в понедельник, будет ученый совет, на котором будет утверждено положение о выпускной квалификационной работе, ее структура, ее, скажем так, алгоритм написания, как это делается, и вот это вот методическое пособие по написанию ВКР, положение о ВКР я размещу на нашей дисциплине дизайн психологического исследования. То есть уже утвержденное нашим институтом и так далее. Те версии, которые я выкладывал, они, в общем-то, хорошие версии, но некоторые позиции там будут немножко изменены. Изменения произошли в сторону упрощения работы. Наша задача не загрузить студента так, чтобы он, бедный, ничего сделать не смог. Наша задача помочь ему. В данном случае лично я буду отвечать за научно-исследовательскую деятельность, вот за вот это направление. Поэтому, естественно, моя задача, чтобы вы, как студенты нашего ВУЗа, приобрели вот эти компетенции, научились решать те задачи, про которые мы сегодня говорили. Что касается лично меня, у меня достаточно большой опыт работы в различных НИИ, начиная от, скажем так, ленинградских, санкт-петербургских НИИ, заканчивая звёздным городком, работы с космонавтами. Поэтому, что касается НИР, вот, скажем так, я знаю, как это делается. Вот, поэтому сейчас, собственно, наша задача научить вас эту работу сделать. Значит, что нам с вами нужно будет сделать до 20-го числа? Значит, до 20-го числа у меня будет просьба к вам ко всем определиться с темами работ и, соответственно, потом с руководителями. Следующим этапом вы высылаете на нашу дисциплину дизайн психологического исследования свои вот эти вот запросы. Можете одну тему выбрать, можете две темы выбрать, в зависимости от того, какую тему легче будет вести нашим преподавателям с дистанционщиками. Вот, я ещё раз повторю, здесь самая большая проблема, в которой ни у вас, ни у нас нет опыта сейчас ещё, это именно как эту работу проводить с дистанционщиками. То есть, как дистанционно научить человека проводить научно-исследовательскую работу. Вот, я думаю, здесь мы с вами столкнёмся, ну, с достаточно большим количеством подводных камней. Вот, но, думаю, мы всё это дело преодолеем. Вот, 20-го числа, значит, после учёного совета я на дисциплине дизайн психологического исследования выкладываю методическое пособие по написанию ВКР, я выложу образец, в каком виде это пишется, я выложу образец задания, вот, и таблицы данных, то есть, в каком виде мне нужно будет сдать зачёт по дизайну. Вот, естественно, вы там увидите и вторую главу, и выводы, и реферат, и проверка на антиплагиат, как проводится, это всё-всё-всё будет там описано. Вот, поэтому, скажем так, 20-го числа, вот, в очередной раз, выходите на наш вот этот сайт, и вечером, я думаю, уже, и скачиваете эту информацию. Дальше, значит, все вопросы, какие у вас будут возникать в процессе организации вот вашей работы, это самое трудное. Самое трудное – это организовать исследование. Вот, не стесняйтесь, пишите, значит, на моё имя, вот, на дизайн психологического исследования, будем с вами пытаться эти вопросы как-то решать. Вот, и последний момент, последний момент, значит, вопросы, которые вы будете задавать, мы сформируем из них, наверное, к следующему, в следующей встрече со мной, вот, к этому, к нашему вебинарчику. Я постараюсь по ним подготовить ответы и провести вебинар по этим вот вопросам, по вашим. Вы тогда продумаете моменты, которые хотели бы, вот, вопросы, которые захотели бы спросить в следующий раз, вот, до зачёта по дизайну. Так, у меня всё, какие будут ко мне сейчас вопросы? Нет, для исследования школьников не нужно никаких направлений, вы просто можете, то есть, здесь нет никаких, скажем так, серьёзных юридических противоречий, поэтому просто, если у вас есть выход на школу, договариваетесь и тестируйтесь. Здесь всё зависит от директора школы, вот, но если понадобится какая-то, скажем так, связь от вуза, у вас же студенческие билеты на руках есть? Вот, вопрос у меня, так, нету, а какие у вас документы есть, что вы студент нашего вуза? Договор, ну, договор написано, да, вот, да, чудесно, вот с этим договором вы можете прийти в школу и сказать, ну, в какое-то предприятие на любое, в любой организации, сказать, вот, я студентка такого-то вуза, там, психолог, можно ли бы на вашей базе провести исследование или нет? Вот, это, более того, если вы после проведения этого исследования ещё от организации получите акт о внедрении или некое такое письмо, что вы действительно там работали, будет вообще здорово. Вот, образец такого письма тоже будет прилагаться к вот этому методическому пособию по написанию ВКР. То есть, я думаю, этого вполне достаточно. Вот. Ну, если уж очень там понадобится, вы сформулируйте бумагу, которая вам нужна, пришлите её сюда, и если уж так уж сильно нужно, ну, мы вам что, ну, печать поставим, отсканируем и обратно отправим, потому что по почте будет, не знаю, там, сколько идти. Вот. Если среди вас есть питерские, то можно приехать просто в институт, обсудить эти вопросы. Так. Ещё какие вопросы? А, это, собственно, не смертельно, это там 35-60 страниц. Да, собственно, после того, как выбрали тему, нужно связаться с руководителем, ну, как раз вот наш отдел дистанционного обучения и будет ваше пожелание передавать руководителям и затаскивать вот сюда, в этот кабинет, чтобы они отсюда могли с вами общаться или там в дальнейшем обменяться, может, там, e-mail, чтобы побыстрее это всё проходило. Вот. Что касается, например, лично меня, у меня и в Фейсбуке, и ВКонтакте есть мои странички, и на Ютьюбе, поэтому можно туда выходить, непосредственно сразу туда отсылать запросы и так далее. Если кому-то вдруг придёт в голову писать работу у меня. Поэтому здесь мы вас свяжем. То есть, ваша задача – это выбрать тему, вот, и написать, кто руководитель, и кого вы хотели бы, вот, выбрать своим руководителем. Так, введение. Для защиты, для зачёта по дизайну психологического исследования мне нужно получить от вас задание, которое вы с руководителем написали, введение в работу и таблицу сырых данных, ещё без данных, чтобы я понял, о чём будет ваша работа и как вы её собираетесь делать. Самое тяжёлое – это, как раз, сделать таблицу сырых данных, без данных. Вот. Введение – это просто будут описаны там некоторые позиции. Вот ещё раз говорю, мы в понедельник, 20-го числа, выложим методическое пособие, где будет описано, как пишет, как нужно написать это введение, из чего оно состоит, из каких структурных элементов. Вот. И всё, да, для дизайна нужно только вот эти три бумажечки мне. Задание на одной, на другое – введение, на третьей – таблицу сырых данных. И всё. Так, ещё какие вопросы? Думаем или вопросов нет? Если вопросов нет, пишем – нет вопросов. Вот, ясно. Ну, я думаю, да, для начала, вот самое главное, вот эти вот слайды, которые здесь у нас появились, вы можете их скачать, да, вот, их просто ещё разик прочитайте, я понимаю, что для… в самом… да, вот, до 20-го всё понятно. Вот. Хороший ответ. Вот мне самому до 20-го числа тоже всё понятно. Так, тогда будем прощаться, да, до следующего раза. Значит, ещё разик, формулируем вопросы, и в самое ближайшее время, вот, до зачёта по дизайну, вот, обязательно у нас будет ещё один такой вебинарчик, вот, потому что я понимаю, что это, наверное, будет самая сложная вообще у вас часть работы из всего обучения в ВУЗе. Вот, поэтому не стесняемся, пишем вопросы, единственное, у меня просьба конструктивно писать вот вопросы, и мы постараемся их оперативно решать. Всё, спасибо всем огромное, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»